Под палящим солнцем и в условиях ветра. Палаточный городок в несколько десятков метров на пять дней стал домом для парашютистов Белоруссии и России. На Бобруйском аэродроме прошел чемпионат покорителей неба среди сильнейших спортсменов. Сборная вооруженных сил, две команды. Сборная ВДВ Российской Федерации, тоже сильная команда, очень профессиональная. Все бригады, десантные бригады, которые у нас есть в Белоруссии, также авиация МЧС, войска ВВС и ПВО и все рок-клубы со всех регионов Белоруссии. Россиянин Дмитрий Мастафанов отстаивал интересы сборной ВДВ. Военный с выслугой в 26 лет в совершенстве выполнил все элементы групповой и индивидуальной акробатики. Последнее – это целый комплекс упражнений за полминуты свободного падения на высоте более двух тысяч метров. Насколько вы довольны теми результатами, которые уже сегодня имеете? Это первое соревнование в этом сезоне. Практически мы на этих соревнованиях сейчас подводим итог подготовительного периода, то есть то, что мы наработали, то, что мы готовились в течение этого сезона. И, конечно, есть желание выступить получше, есть определенные провалы, так скажем, в подготовке. По итогам соревнований подведем итоги, сделаем выводы, будем готовиться дальше к главным стартам сезона этого. Для спортсменов из аэроклубов команды Вооруженных сил Беларуси и России – основные соперники чемпионата. Но некоторые признались – приехали не за победой, а возможностью поучиться у сильнейших и в некоторой степени преодолеть внутренние страхи. Благо для этого есть все условия. Погода сегодня хорошая, замечательная. Аэродром новый, да, немножко, ну, надо было привыкать. Вот. В принципе, довольна, что в этот раз лучше справляюсь с волнением, чем обычно. Со слов главного судьи, в точности приземления отличились девушки. Отклонение всего несколько сантиметров. Но абсолютными чемпионами соревнований в очередной раз стали белорусские ястребы. Напомним, много лет подряд они лидеры страны. За рубежом их основные соперники – Франция, Катар и Россия. К слову, с ними наши спортсмены встретятся уже на чемпионате мира. Ангелина Дегун, Дмитрий Шевцов, Бобруйс, 360.